ВОЕННЫЙ ХАВРУС РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ АЛЕ ДІДА ПАМОЖА ГЭТА НАШИМ ПРОДКАМ УЗМАГАННИ З НОВЫМ ТУРЕЦКИМ НАШЕСТЮМ АСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ ДОВГИ ЧАС БЫЛА АДНОЙ С САМЫХ МАГУТНЫХ ДЕРЖАВА У СВЕТУ ЕЕ МЕЖИ ПРАСТІРАЛЯСЯ АД ПЕРСІДСКАГА ЗАЛИВА ДА ВЕНГРЫ И АД ЕГИПТА ДА КАУКАЗА АЛЕ ИМПЕРИЯ ИМКНУЛАСЯ ЗАХОПЛЮВАТЬ УСЁ НОВЫЕ ТЕРЕТОРИИ ДЕРЖАВА Ж НАШИХ ПРОДКАВ ХОЧ ЧАСАМИ И ТЕРПЕЛА АД ТУРЕЦКИХ НАЕЗДАВ СУРЬЁЗНЫЙ ПАГРОЗЫ АД ГЭТАГА НЕМЕЛА АДНАК У СІМНАЦАТАМ СТАГОДЗИ СИТУАЦЯ ЗМЕНЯЕТСЯ ТЯПЕР АСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ ИМКНЕЦА АВАЛОДАТЬ ЗЕМЛЯМІ ЦЕНТРАЛЬНАЙ ЄВРОПЫ І ЗАСТАВАТЬСЯ У БАКУ УЖО НЕМАХЧЫМА СЛАВНА ПЕРАМОГА НАШАЙ ЗБРОЇ ПАДХОТІНАМ У 1621 ГОДЕ ЧАСОВА ЗДЫМАЯ ГЭТУЮ НЕБЕЗПЕКУ АЛЕ НЕВ ЗАБАВЕ КРЫВЫЕМ ТУРЕЦКИМ ШАБЛЯМ СКАРАЮЦЯ ЗЕМЛЮ ВЕНГРИИ И РУМЫНИИ, ТРАНСИНВАНИИ И БАЛКАНСКИХ КНЯЗТУ АБЬЕКТАМ АГРЕСИИ СТАНОВЯЦЯ У ТЫМ ЛИКУ І УКРАИНСКИЯ УЛАДАННИЯ РЕЧИ ПАСПАЛИТ ТАМУ ПЕРШАГА КРАСОВАКА 1683 ГОДА КОРОЛЬ И ВЕЛИКИ КНЯЗЬ ЯН САБЕСКИ СКЛАДАЯ ХАУРУС САВСТРЕЙ, ЧТО НА ТОЙ МОМОНТ ЗНАХОДЯЛАСЯ У СТАНЕ ВАЙНЫ С АСМАНСКАЙ ИМПЕРИЯЙ І СТАНОВЯЦЯ УДЕЛЬНИКОМ СВЯТОЙ ЛИГИ ЛЕОПОЛЬД ПЕРШИ, ИМПЕРАТОР СВЯТОЙ РЫМСКОЙ ИМПЕРИИ ВЫБРАУ ПРАВЕЛЬНАГА ХАУРУСНИКА КАМУ, ЯК НИЯНУ САБЕСКАМУ, ВЕДАЦЬ РЕЦЕПТЫ ПЕРАМОГУ НАД ТУРКАМИ А ТЫМ ЧАСАМ ВЕЛІЗНАЯ ТУРЕЦКА ВОЙСКА УЖО ПАДЫХОДІЛА ДА ВЕНЫ 14 ЛІПІНЯ 1683 ГОДА ТУРЕЦКЕ ВОЙСКІ АБКЛАЛІ ВЕНУ 11 ВЕРАСНЯ ЗА ВОСІМ ДЮН МАРШУ З КРАКОВА 27-ТЫСЯЧНЫА ВОЙСКА ПАД АЧОЛАМ ЯНА САБЕСКАГА ПАДЫХОДІЧ ДА АБЛОЖЕННАГА ГОРАДА Яну САБЕСКАМУ БЫЛО ДАРУЧЕНО КЕРАВАННЯ УСІМ ВОЙСКАМ ХАУРУСНИКАВ У ТЫМ ЛІКУ СІЛАМИ КНЯЗЯУ СВЯТОЙ РЫМСКАЙ ИМПЕРЫ З БЕЛАРУССКІХ ФАРМАВАННЯУ У РАСППАРАДЖЕННІ САБЕСКАГА БЫЛІ ЦЯЖКАЯ КОННІЦА МАРШАЛКА НАДВОРНАГА ЛІТОВСКАГА ЮЗЕФА БАГУСЛАВА СЛУШКІ И БРЫГАДА КАШТАЛЯНА ВИЛІНСКАГА ЭРНЕСТА ДЕНГОФА А ГУЛОМ ЖА ВОЙСКА СВЯТОЙ ЛІГИ СКЛАДАЛА КАЛЯ СЕМИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ЧАЛАВЕК ЧИННЫЙ УДЕЛ У ГЭТЫЙ БИТВЕ С АСМАНЦАМІ БРАЛІ НАШИ СУАЙЧИННІКІ 30-ГАДОВЫЙ ЯЗЕП БАГУСЛАВ СЛУШКА СТАЯУ НА ЧАЛЕ НАШЕЙ ТЯЖКОЙ КАВАЛЕРЮ И НЕ УЗАБАВІ ЗА ПРЯЯВЛІНЮЮ МУЗНОСТЬ І ТАЛЛЕНТ У БІТВІ ПАД ВЕНЫЙ АТРЫМАВ ПАСАДУ ПАЛЕВОГО ГЕТМАНА ВИЛІНСКІЙ КАШТАЛЯН ЕРНЕСТ ДЕНГОФ КАМАНДАВУ БРЫГАДЫЙ ЛІТВІНСКІЙ ПІХОТЫЙ КАЯ МУЗНА БІЛАСЯ НА ПРАВАМ ФЛАНЗІ ХРИСТЯНСКІХ ВОЙСКОВ СІЛЫ Ж ТУРКАВ ПАД АЧОЛАМ ВІЗІРА КАРЫ МУСТАФЫ ДАСЯГАЛІ ДВУХСОТ ТЫСЯЧ ВОЇВ ВАРТА АДНАК ОТЗНАЧІТЬ, ЧТО ПАМІЖ АСОБНЫМІ ЧАСТКАМІ ТУРЕЦКІХ СІЛАВ НЕ БЫЛО ЗГОДЫ ДА ПРИКЛАДУ ПАКРЫВДЖЕНЫ КРЫМСКІ ХАН ПРОСТА ИГНАРАВАВ ЗАГАДЫ КАРЫ МУСТАФЫ УХИЛЯЛІСЯ АДЫХ ВЫКАНАННЯ И МОЛДАВСКІЯ ВОЇ, ЯКИХ ЗМУСІЛИ ПРЫНЯТЬ У ДЕЛУ У ПАХОДЯ УСЁ ГЭТА ДАЗВАЛЯЛА РАЗЛІЧВАЦ НАШИМ ПРОДКАМ НА ПОСПІХ ДВАНАЦЯТАГА ВЕРАСНЯ А ЧАЦВЄРТАЙ РАНІЦІ ПЕРШЕЯ АТРАДЫ ТУРКАВ АТАКАВАЛІ НАША ВОЙСКА РАЗПАЧАЛАСЯ ДОВГАЯ И УПАРТАЯ СЕЧА ГАЛОВНЫЙ СІЛАЙ ЯНА САБЕЦКАГА БЫЛА КАРОННАЯ КОННІЦА, ЧТО МУЖНА АДБЮВАЛА ТУРЕЦКІЯ АТАКІ ПАМЫЛКАЙ КАРЫ МУСТАФЫ СТАЛА ЖАДАННЯ СПАЧАТКУ ЗАХАПІТЬ ГОРАД, ЧТО ТРЫМАВСЯ ЗАПОШНІХ СІЛАВ, А ПОТЫМ РАЗБІТЬ ВОЙСКА ХАВРУСНІКОВ АДНАКУ ЗАРВАТЬ ЗАМКАВАЯ СТІНЫ У ТУРКАВ НЕ АТРЫМАЛАСЯ БІТВА Ж ПРАТЯГВАЛАСЯ УЖО ДВАНАЦЦАТЬ ГАДЦІНУ И ТАДЫ ЯН САБЕЦКІЙ СКЕРАВАУ У БОЙ СВЕЖИ КАВАЛЕРЫЙСКІ РЫЗЕРВ, АСАБІСТА ЧОЛЮВШУ ЯГО ДВАЦЦАТ ТЫСЯЧ ВЕРШНІКОВ ПРАРВАЛІ ТУРЕЦКІЯ ШЫХТЫ У ГЭТЫ СЧАСА БАРВАНЦІ ЗАМКА УДАРИЛІ ИМУ ТЫЛ ЯЩЕ ТРЫ ГАДЦІНЫ СПАТРЕБІЛАСЯ НА ТОЯ КАБ КАНЧАТКОВА ЗЛАМАЦЦУ ПРАТІВ ТУРЕЦКАГА ВОЙСКА СПРАВУ ПЕРАМОГІ ХРЫСТЯНСКІХ ВОЙСКАВ ПАД ВЕНАЙ ВЫРЫШЛА АТАКА ЦЯЖКАЙ ПАНЦІРНЫЙ КАВАЛЕРІЇ ЦІ КРЫЛАТЫХ ГУСАРОВ, ЯКЕЩЕ ЇХ НАЗЫВАЮТЬ СПРАВА ТЫМ, ШТО ГУСАРІЯ НА ПАЧАТКУ БЫЛА ЛЁГКІМ ВІДАМ КАВАЛЕРІЇ ЯНА ПАЙШЛА АД ВЕНГРАУ, АЛЕ УЖУ ДРУГОЙ ПАЛОВЄ ШАСНАЦТА, СЯМНАЦТА СТА ГОДЗЯ ТО БЫЛА УЖА КАВАЛЕРІЯ ТЯЖКАЯ ЯНЫЙ КАВАЛЕРЫСТЫ, ПАНЦІРНЫЕ ГУСАРЫ, МЕЛІ ДОБРАЕ АХОВНЫЕ УЗБРАІННЯ КЕРАСУ, ШЛЕМ, НА РУКАУЮЇ, НА КАЛЕННИКІ ВСЁ ТА ПРЫКРЫВАЛА НАЙВАЖНЕЙШЕЕ ЧАСКИ ТЕЛА НАЙБОЛЬШ ТЫЕ ЧАСКИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НАЙБОШ ПАДДАННЫЕ НА ВОРОЖАЕ АТЫЕ УДАРЫ ЯНЫЙ БЫЛЮ УЗБРАІННЫ ДОЛГИЕ ДІДЫ РАПИРЫ, ШАБЛІ, АДЗИН-ДВА ПИСТАЛЕТЫ, ЧАКАНЫ БОЕВЫЕ И САМА ЦЯКАВА АДМЕТНАСТЬ, ЭТА КРЫЛИ ЗА СПІНОЙ ЗА СПІНОЙ ВЕРШННИКА, ДА ЛАТАУ, АБО ДА ВЕРХНЕЙ ЧАСКИ СЯДЛА ТАКЕ ПРЫМАЦОВАЛЮСЯ ДУГИ И НА ГЭТЕ ДУГИ МАЦАВАЛЮСЯ ПЕРІЮ И ПАДЧАС АТАКИ, КАЛЕ ВЕРШННИК РАЗГАНЯУСЯ ЭТЕ ПЕРІЮ ТРЫМТЕЛИ НА ЭТЫМ ПАВЕТРЫ И ВЫДАВАЛІ ПРОНИЗЛИВЫЙ ГУК А КАЛЕ НЕ СЦЦЦА ЦЕЛАЯ ЛАВА ЭТА БЫЛО ВЕЛЬМЕ МОЦННОЕ ПСИХАЛАЮСНОЕ УЗДЕЛЕННЯ НА ВОРАГА И ЗАДАЧА ГЭТЕЙ КАВАЛЕРЮ БЫЛА ДОБРА ПРАВЕЩЦІ АТАКУ МАССИРАВНУЮ АТАКУ И КАВАЛЕРЫ ГЭТА ПРОСТА ПРАЛАМВАЛА ЛЮБЫЕ ПАСТРАЯННИ ПРАТЮННИКА И ВОТ У ТЕЯ ЧАСЫ НИШТО НЕ МАГЛО ГЭТУ КАВАЛЕРУ ЗАТРЫМАТЬ ВОГНЕПАЛЬНАЯ ЗБРОЯ БЫЛА НЕДАСКАНАЛАЯ МУШКЕТЫ ЗАРАЖАЛІСЯ ПРАЗ РУЛЮ И ПАКУЛЬ НАБЛИЗЦЦА ГЭТАЙ КАВАЛЕРЮ НА АДЛЕГЛАСЬ СТРЕЛУ МОГЛИ ДАТЬ МУШКЕТЕРА ТОЛЬКИ ОДИН ЗАЛП И ВСЁ ПОТ ЭМЕНЫ ПРОЛАМВАЛИ, ЗМИНАЛИ И СПРАВА БЫЛА ЗАКОНЧЕНОЕ ПАСТЯ ПЕРАМОГИ ПОД ВЕНОЙ ЯН САБЕСКИЙ СКАЗАЛ ВЕНИМУС, ВИДИМУС, ДЕУС ВИТИТ МЫ ПРИШЛИ, МЫ УБАЧЛИ БОГ ПЕРАМОГ ЗМЯНИВШИ ТАКИМ ЧЫНОМ ВЯДОМАЕ СЛОВЫ ЮЛИЯ ЦЕЗАРА А ПЕРАМОГА НАСАМ РЕЧ БЫЛА ПОЛНОЙ КАВРУСНИКИ ЗАХАПИЛИ БАГАТЫЙ ОБОЗ ЧАТЫРЫСТА ВАЗОУ С ТРОФЕЯМИ ЯН САБЕСКИЙ АТПРАВЮ У КРАКОВ А У ПАДАРУНА, ПАПЕ ИНОКЕНТЮЮ ОДИНАЦЦАТАМУ ЧТО НЕ ТАК ДАВНО ОБЛАСЛАВ ДЕННИ СВЯТОЙ ЛИГИ ДОСЛАВ ЗЕЛЁНЫЙ СТЯХ ПРАРОКА ЗАХОПЛЕНЫЙ У ОСМАНСКИМ ЛАГЕРЫ ТРАБА ТАК САМА АТЗНАЧИТЬ, ЧТО ВАЙСКОВЫМ ПОСПЕХАМ ЯНО САБЕСКАГА У ЗНАЧНЫЙ СТЮПЕНИ ПАСПРИЯЛА РЕФОРМА ВОЙСКА РЕЧИ ПОСПАЛИТЫЙ БАЛА МОДЕРНИЗАВАНА ПЕХОТА, АРТЕЛЕРИЯ И САПЕРНЫЕ ФАРМАВАННИЕ А НА ЗМЕНУ ПОСПАЛИТАМУ РУШЕННЮ ПРИШЛО ПРАФЕСЦИЙНЫЕ ВОЙСКА ПЕРАМОГА ПАД ВЕНАЙ МЕЛА ВЯЛІЗНЫЕ ГИСТАРЫЧНЫЕ ЗНАЧЕНЬ З ЕЕ ПАЧЫНАЕЦЕ ЗАНЯПАД ТУРЕЦКОЙ МАГУТНЫСТИ БОЛЕЙ ОСМАНСКАЯ ИМПЕРЯ НЕ БУДЕ УЯВЛЯЦЬ ПАГРОЗЫ ДЛЯ РЕЧИ ПОСПАЛИТАЙ ДЕРЖАВА НАШИХ ПРОТКОВ ВЕРНЕЕ САБЕСТРАЧЕННЫЕ РАНЕЙ ЗЕМЛІ НА ПАДОЛЛІ И ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ УКРАИНЕ А ГАЛОВНАЕ МЕСЦЦА У ЗАХОДНЯЙ ЄВРОПЕ НА ДВЕСТЯ ГАДОВ СОЙМУЦЬ ГАБСБУРГИ НАШАЯ ЖГИСТОРИЯ ДАПОЛНІЦА ЯЩЕ АДНОЙ ЯРКАЙ И СЛАВНАЙ СТАРОНКАЙ КАРОЛЬ И ВЕЛІКИ КНЯЗЬ ЯН САБЕЦКІ БЫЛ ВЫДАТНЫМ ВАЙСКОВЫМ КЕРОВНІКОМ ИМЕННЫ ЭТА ЕМУ УДАЛОСЯ ДЯКУЦЮ ГАТЫЙ ПЕРАМОЗІ ПАД ВЕНАЙ ПРЫВЕСТІ ДА АПОШНЯГА УСПЛЁСКУ ВЕЛІКАСЦІ РЕЧУ ПАСПАЛИТЫЙ ПОТЫМ УЖА ТАКІХ ПЕРАМОГОВ НЕ БУДЗЕ ГЭТА ПЕРАМОГА ДАЛА КАНКРЕТНЫЕ ШЧЕ НАБЫТКІ ТЕРАТРАРЯЛЬНЫЕ БЫЛА ВЕРНУТА ПАДОЛЬЛЯ, КАТОРА ТУРЦІ ЗАБРАЛА РАНЕЙ А ДЛЯ ТУРЦІЇ ГЭТА БЫЛ ТАКСАМА АПОШНЯ УСПЛЁСК ЭКСПАНСІЇ АПОШНЯ СПРОБА ДАЛЕЙШЕГА ПРАСОВАНЯ В ЕВРОПУ КАЛЕ Б ТУРКІ ВЗЯЛИ ВЕНУ, НЕ ВЕДУЮ, ХИСТОРА БЫ ЕВРОПЫ ПАТАПЦЦЁЛАСЯ Б ИНШИМ-ИНШИМ ШЛЯХАМ А ТАК ТУРКІ ПАСЛЯ ГЭТАГА УЖО ТОЛЬКІ АТСТУПАЛИ И ВЕЛЬМИ ДОБРА ПРА ГЭТУЮ ПЕРАМОГУ, ПРА РОЛЮ НАШИХ ПОЛЬСКО-ЛИЧВИНСКИХ ВОЙСКАУ В БИТВЕ ПАД ВЕНАЙ СКАЗАНА О ЕВРОПЕЙСКАЙ ГИСТЕРОГРАФІЇ КРЫЛАТАЯ ГУСАРЯ ЯНА САБЕЦКАГА УРАТАВАЛА ЄВРОПУ КРЫЛАТАЯ ГИСТЕРОГРАФІЇ